День с толком В очередной Новый год без крыши В барнаульских квартирах дожди идут в декабре Без почты детского сада, школы, дома культуры А теперь и без магазина Забытый поселок Косихинского района 19 век вообще Вообще непонятно куда мы Нет цивилизации В Змейногорске увековечили память Одного из первых российских разведчиков Надзирателя декабристов Тимофея Бурнашова Губернатор Виктор Томенко прокомментировал Срыв каменскими депутатами декабрьской сессии Главным вопросом в ней должно было быть Принятие бюджета на 20-й год Глава региона подчеркнул, что это Цитата Возмутительное событие А Каменский район в итоге остался без бюджета Не явившиеся на сессию депутаты Таким образом показали свое отношение к избирателям Это их зарплата теперь под угрозой Показали отношение и к правительству края Которое в этом году решает Проблемы муниципалитета Да и к самим себе Томенко потребовала депутатов Провести внеочередную сессию И разрешить бюджетный вопрос Мама подростка, который попал в больницу Якобы после травли учеников Одной из школ Каменского района Сомневается, что виновных в увечьях Ее сына накажут Женщина накануне призналась местным журналистам Что ее ребенка регулярно избивают в школе Плюют на куртку и мочатся в его ботинки После публикации министра образования и науки региона Призвал разобраться в этой истории Приезжал в следственный комитет У этих ребят взяли такие объяснения Как под копирку Такое ощущение, что с детьми предварительно поработали И все ребята писали как под копирку Одно и то же объяснение Что в школе просто играли И веселились, радовались И Кирилл, когда уходил со школы Он тоже радовался и веселился История избиения произошла не так давно После нее 15-летний парень попал в больницу У него диагностировали сотрясение головного мозга Ушибы, после которых зрение упало на 30% По словам матери ребенка Сын никогда не жаловался на задиристых сверстников На днях Каменский район посетил Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Разбирательство продолжается Переходим к другой теме В этом тазике будет не оливье А вода, что течет с потолка Многоквартирный дом в поселке Южный Попал под капитальный ремонт Дождь и снег С крыши сняли старое покрытие И оставили зимовать в таком виде Как встречать Новый год, если на стенах Вместо мишуры плесень Расскажет Андрей Дрейер Дверь деревянная в комнату Поэтому набухла от влаги Сразу не открывается Отжимают тряпки, расставляют тазы Влажно, грязно, на стенах плесень От декабрьского неба крыша Надзержинского 27 почти не спасает Люстра задымилась у нас Дома находился в час дня ребенок Выскочила к соседям Я была на работе, соседи отреагировали Позвонили в управляющую компанию Электрику Электрик ответил Выключите, пожалуйста, все пробки Сказали ждать, пока не просохнет А когда это будет? По словам Эмилии, проблемы с крышей Начались в 2013 году Тогда над ее квартирой Обрушились стропила и шифер Крышу залатали листовым металлом Временно Временная пролежала 6 лет И пережила две управляющих компании И вот сейчас При управляющей компании Комплекс услуг начался ремонт Осенью А вообще это крыша закрытого типа? То есть она должна быть? Конечно Но так не делают, чтобы все сняли и бросили Делают по секторам Сняли, сделали, дальше А почему здесь так получилось? Не знаю, это не ко мне Вопрос к региональному оператору Фонд капитального ремонта Это заказчик работ Некоммерческая организация Подконтрольное министерство строительства Крыша, как нам объяснил сейчас Представитель управляющей компании Должна быть полностью закрыта А если ремонтировать, то только снимать по секторам То, что уже снято Какие-то старые стройматериалы Доски не убраны Новые стройматериалы лежат бесхозные Сейчас пройдем, увидим Как говорили жильцы Крышу им обещали накрыть шатром Который спасет от дождя и снега Как видим, не накрыли Среди прочего мусора и новых стройматериалов Нашли вот такой рулон Какого-то покрытия или изоляции Вероятно, для того, чтобы вода не протекала Хотя Положена она на снег Судя по инструментам, незасыпанным снегом Сегодня здесь работали Но вот почему под открытым небом И почему ветрам и морозом Оставили трубы отопления, которые проходят по крыше Спросить это мы хотели В ООО «Комплекс услуг» Ну вот, доправлялись до управляющей компании На расписании вторник С 9 до 17 Паспортный стол должен работать закрыто По телефону комментарии нам давать отказались Будем ждать официального ответа от Краевого Минстроя Жители тоже в ожидании момента Когда смогут нормально поспать Андрей Дриер, Александр Антропов День с толком Новый год под срывом и в поселке Лучевой Косихинского района Сгорел единственный магазин Жители остались без продовольствия Не у всех есть дети и внуки из города Которые могут привезти продукты Когда мы приехали в Лучевой Оказалось, что там нет не только магазина Нет почты, детского сада, школы, дома, культуры Как живут забытые люди умирающего села Расскажем в сюжете Все было хорошо, все сделано Единственная радость была в деревне Для местных это был не просто магазин Место сходки Теперь пепелище Узнать последние новости негде Да и купить макароны, муку, консервы Тоже негде И крупы, и колбасы, и конфеты Все это, пряники, печенье, лимонад Ну все было так Мне здание жалко Здание жалко Всю жизнь оно было Жители вспоминают Когда в селе на фронт провожали Здание уже было Пожар случился в этом году, 8 декабря, утром Взорвался отопительный котел К счастью, люди успели выбежать из огня Жители уверены, что здание можно было спасти Сначала загорелась одна стена Любовь Арсентьевна, бывший учитель математики Контрольной работой пожарных она недовольна Я подошла к начальнику пожарки И говорю Я говорю, первый вопрос Как вы оцениваете вашу работу? Он говорит Наудовлетворительно А я ему говорю А я вашу работу оцениваю на кол с минусом Местные говорят У пожарных быстро закончилась вода Они поехали в нашу водонапорную башню набирать воды А света-то нету по деревне Свет отключили И все, они возвращаются А что делать? Нечего делать И пожарки уезжают за водой в косиху 12 километров от нас Я тупая Или мы все тут тупые до той степени Я говорю Сто метров речка бежит Сто метров Сто метров озера Так и ездили за водой до вечера А магазин горел еще полторы недели Периодически шел дым Хозяева подсчитывают ущербы Почти 800 тысяч рублей Самое дорогое это оборудование Холодильники все сгорело А сегодня у местных праздник В здании бывшего совхоза Открывается символичный магазинчик Пока без излишевств Но самое необходимое завезли Концервы, сахар Ну вот так вот Сахар, сбички там Но магазин не самое страшное Оказалось, в лучевом уже давно нет почты Детского сада Школы, дома, культуры Практически не ловит сотовая связь И это всего лишь в 80 километрах От Крыевой столицы А ведь здесь живут почти 150 человек Которые тоже хотят, чтобы им поставили елку Устроили новогодний концерт Но после истории со сгоревшим магазином Иллюзии не питают Хоть бы не сгореть в следующий раз Когда про них опять все забудут 19 век вообще Вообще непонятно куда мы Нет, нет цивилизации Ирина Корчегина, Алексей Фризин День с толком Змейногорск претендует на звание Города трудовой доблести и славы Жители региона уже подписывают петицию На имя главы государства Дело в том, что президент Внес в Госдуму законопроект о присвоении Этого звания городам Жители которых внесли неоценимый вклад В великую победу Всего выберут 5 городов На получение звания также претендует Томск, Новосибирск, Нижний Новгород За Змейногорск болеют алтайские общественники Они уверены, звание города трудовой доблести и славы Змейногорск точно достоин И приводит конкретные примеры из истории Ползунов родил свой двигатель Именно в Змейногорске Колываново-Ванесенские рудники Более того, могу сказать, что Через 35 лет, используя вот эти документы В том числе и двигатель Ползунова Был создан порос в Черепаново Тоже, кстати, были рудники Более того, я скажу, что Сама железная дорога, та Черепановская Она сделана один к одному, как была в Змейногорске Самое важное, что там В то время 90% серебра было с Алтая Это действительно город Это серебряный город Это город трудовой доблести и славы России Если звание будет присвоено То в Змейногорске установят стеллу С изображением герба города А также в Змейногорске обязательно будут проводить мероприятия И салюты 1 мая, 9 мая и в день города Правда, проявляют гражданскую позицию Жители края не очень активно Пока лишь 20 земляков подписали петицию Кстати, в Змейногорске увековечили память Одного из первых российских разведчиков Невольного тюремщика декабристов Уроженца Алтайского края Тимофея Бурнашова Памятный камень установили в конце ноября В Змейногорском музее истории развития горного дела Наша съемочная группа узнала о подробности жизни Нашего знаменитого земляка А также познакомилась с уникальным музейным фондом От простого парня до генеральского чина И эксперта горного дела Тимофей Степанович Бурнашов Родился в 1770-х годах В Змейногорской крепости В 20 с небольшим на его счету были два секретных путешествия В Бухару и Ташкент Он досконально изучал быт и географическое положение городов Его картами пользовались современники и потомки И это далеко не все, чем прославился Бурнашов С другой стороны, в то же время Он был начальником Нерчинского горного округа И, естественно, он был невольным тюремщиком декабристов Дворяне Оболенский, Волконский, братья Борисовы и другие Отбывали каторгу на Благодатском руднике О Бурнашове они отзывались так грубо И при этом признавались, что он старался облегчить их положение Память о нем теперь навсегда замерла в мемориальном камне Узнать подробнее о жизни земляка может любой Музей горного дела К слову, его фонд удивляет Здесь насчитывается свыше 18 тысяч уникальных экспонатов Среди них и первая розливная установка Памятник архитектуры 19 века ликероводочного завода Вот эта розливная установка, которая была первая розливная установка Которая находилась на заводе А еще Кубинская черепаха, Екатерининские шахты, железная дорога Музейный фонд продолжают расширять У нас очень богатая коллекция минералогии И здесь уже давно ведется беседа о том Чтобы одно из зданий на торговой площади передали музею под зал минералогии Где бы мы могли показать уникальность этого зала Ежегодно музей посещают тысячи человек Среди гостей есть даже иностранцы К слову, провести по коридорам музея и рассказать о каждом экспонате могут в любой день Экскурсию проводят даже для одного человека Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком Барнаульцы начинают планировать свои каникулы В театрах для них предлагают большую культурную программу Зрители будут отправлять на бал в картонный город и даже в космос Куда сходить и что посмотреть, расскажет Полина Жданова Это летучая тарелка Да сама ты тарелка, не летучая, а летающая В этом году барнаульцы на новогодних праздниках смогут полететь в космос Пожить в картонном городе и попасть к Золушке на бал В театре города подготовили красочные постановки Так в Краевом театре драмы можно будет всей семьей посмотреть космический Новый год По сюжету брат и сестра сделают ракету и полетят на ней в космос В гости папе-космонавту А по дороге их будет ждать много историй и поучительных выводов Главные из которых мечты в новогоднюю ночь неизменно должны сбываться Помимо этого в декабре в драме можно увидеть и два спектакля для взрослых Тоже на космическую тематику Один из них вышел с возрастным ограничением 50 плюс А в музыкальном театре в новогодние каникулы Снова будут зажигательные, но при этом светлые, сказочные и добрые песни и танцы Зрителя переместят в мир, сотканный из картона К слову, из него сделаны все декорации к спектаклю Поэтому полное погружение обеспечено Шляпных дел решил от Скуки изготовить вот такой картонный городок Прямо на полянке из шляпных коробок И проходя мимо этого городка разбойник Крага Решил навести там свои порядки Финал истории режиссер мюзикла Константин Яковлев оставил в тайне Но сказал, что и дети, и взрослые почерпнут из нее много поучительного А также захотят заняться рукоделием Кстати, либретто для героя в площади картонных часов писал музыкант из Перми Писать мюзиклы – это тяжелый труд Потому что в мюзиклах всегда очень много персонажей И драматург отвечает за каждого персонажа Если актер только одну свою линию прослеживает То драматург должен не упустить в либретто ни одну линию, ни одного героя Чтобы у каждого героя была какая-то судьба Побывать в картонном городе можно все каникулы Помимо этого в музыкальном театре поставили мюзикл только для взрослых С Новым годом папа Его покажут впервые 25 числа А последний показ состоится 7 января Ну и конечно остается молодежный театр Первый показ всем известной сказки «Золушка» уже прошел Ее сделали по классическому сценарию С знакомыми героями сказочной атмосферы и костюмами Взрослые смогут погрузиться в детство И вновь посмотреть на красивую историю любви А дети увидеть, как добро побеждает зло Полина Жданова, Николай Шулко, Алексей Фризин Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей!